Она реально так и выглядит внутри, как большое печенье какое-то. Мы бежим с тобой как будто от гепарда. Понятно вам что-нибудь? Привет, мои хорошие, с вами Селена Суэй, и сегодня мы будем пробовать с вами сладюшки. И я как раз таки уже поставила чайник, скорее хочу вам рассказать о сладюшках, которые мне уже нравятся. Потом попробовать вместе с вами новые сладюшки, необычные. Я прям их хранила для этого на самом деле в видео, чтобы скорее с вами их попробовать. В общем, давайте приступим, потому что Селена моя уже бежит куда-то. Итак, первое, с чего я хочу начать, что я безумно хочу попробовать, это вот такие мармеладки. Продаются они в НЛ, кто зарегистрирован там, тот может брать. Кто не зарегистрирован, можете обратиться к таким людям, как, например, моя лучшая подруга Люба. Она живет в Москве, ей можно в инстаграме написать в директ. Она занимается вот НЛ, и лично я заказываю все у нее. Очень много всего я там заказываю в НЛ именно у нее. Просто говорю, что мне нужно, и она делает заказ, потом я его забираю у себя в городе. И, в общем-то, она, я видела у нее в столе вот такие вкусняшки, и я думаю, дай попробую. Короче, давайте откроем. Я просто, честно говоря, вся в нетерпении. Очень. Я как поняла, что это без сахара, какие-то натуральные. В Хэндумэй написано, ручной работы. Они красивые какие-то, они необычные. Смотрите, черепа и губы. Блина. Губки. Губки. Так прикольно вообще. Вторую сейчас открою. А здесь должны быть фрукты. Я хочу какие-то попробовать и понять, какие вкуснее, какие больше мне нравятся. Или они прямо в виде формы фруктов реальных. Лимончик. Прикосина с косточкой. Косточка тоже из этого сделана. Впрочем, хренеть. Так, и что же я хочу вперед попробовать? Ведь, конечно, я хочу попробовать вперед губы. Губы черепа. Я не знаю. Давайте возьмем вот эту, которую я и брала. Все понадкусываю, потому что очень много сладостей всяких. Я должна все попробовать. Необычный вкус. Очень вкусный. Нежненькие такие. Сколько приколюк-то у меня, а? Так, а тут мне почему-то хочется попробовать банан. И понять, бананового вкуса или нет. Ну-ка. Ой, пахнет бананом. Ягодки, смотрите. Давайте ягодку сожрем одну. Реально вкусы разные. Очень вкусно и нежно. Пектин выводит токсины, нормализует обмен веществ. То есть, это конфетки полезные. Фруктоза. Натуральный источник энергии, без лишних калорий. Яблочное пюре. Природный источник витаминов, минералов. Всякие витамины. Калий, фосфор, кальций, магний, железо. Способствуют укреплению организма. И в состав входит вообще все натуральное. Никаких вредностей. Очень крутые конфетки. Вот. Рекомендую. Ссылку на мою Любу я оставлю под видео. Вы можете заходить, писать ей в директ. Скажите, что хотите такие конфетки. Они стоят, по-моему, 290 рублей. Целая пачка. И вот два вида. Есть фрукты, есть губки. Губки, мне кажется, чисто для прикола. А фрукты, мне кажется, ну, именно кто любит вкусы вот такие всякие фруктовые. Потому что тут немножко другие вкусы, непонятные, честно говоря. А может быть, даже сзади написано. А, все понятно. Сзади написано. Но я попробовала одни губы. Видимо, красная смородина. И, ну, здесь вот карамель, клубника, ежевика, вишня, кофе. А ну, кофе давайте попробуем. Все бы она откусывала, главное. И какой кофе? Здесь два темных. Коричневый кофе. Давайте нюхнем. Может, вот это? Нет. Это. О, кофе прям пахнет. Подбородок откушаю. Прикольненько. Кофе с кислинками. Необычно. Это были мармеладки, которые я заказала у Любы давно уже. И хотела попробовать, попробовать вместе с вами. То есть я их вот первый раз перед вами открыла. Остальные сладюшки, большинство куплено в пятерочке. Все вы это можете испробовать. Что-то, то, что я беру постоянно, кстати, очень люблю. Вот такие маленькие брать, сникерсы, твиксы. Не знаю почему, но вкус кажется немножечко другой. А, кстати, вот эти НЛ-ки, мармеладки. Девочка тоже одна берет постоянно, одна из моих подписчиц. Она мне написала, что очень классно эти мармеладки разрезать. То есть не целиком вот так есть, а разрезать, выкладывать на тарелочку и брать по чуть-чуть. Потому что они очень сытные на самом деле. Их хватает надолго. И, ну, как бы, если сразу вот так поесть, они могут быстро надоесть, да. А так ты как бы наслаждаешься, по чуть-чуть ешь. Короче, тоненько вот одну мармеладку взял, разрезал вот так тоненько. А целый день можно ее есть. И экономно. Но и в то же самое время не перенасытишься мармеладками. Вот, люблю, короче, брать вот такие сникерсы, твиксы, марсы, баунти. Мелкие, мне кажется, вкус другой. Попробовала я сникерс белый. Мне не особо понравился. Мне кажется, он слаще. Ну, то есть вот сникерс белый не мое. Кристина задарила мне как-то. Вот на день рождения она мне принесла целую упаковку этих всяких сладюшек. И среди них были вот такие вот панды. А каждый раз, когда я ее вижу или тянусь за этими конфетками, у меня в голове песня. Правда, покорила меня, сука, твоя правда. Мы бежим с тобой, как будто от гиппорда. Посмотри туда, да. Короче, я все время пою эту песню, когда я их вижу. Выглядят они вот так. Я думала, что это внутри панда. Прям думала, типа, может быть, маршмеллоу что-то. Но нет. Это просто на пакетике нарисована такая штучка. А внутри это две кругленькие, два кругленьких. Похоже чем-то на M&M's, но только от M&M's отличает шоколад, который внутри. Здесь какой-то другой шоколад. Называется Joyco. Вот, с другой стороны. Какой-то другой шоколад, но что-то в нем есть. Вот попробуйте. Я на них вообще одно время подсела. Прямо так жменью брала, как семечки. И ела с чаем. Дальше. Я зашла в пятерочку и думаю, для видео наберу еще каких-нибудь сладюшек. Попробую с девчонками вместе. Что-то необычное, что выглядит необычно. И хотелось бы попробовать. Я вообще сладкоежка жуткий, поэтому... И я привередливая. То есть не все сладюшки, которые я прям беру. Там вкус не тот, там привкус не тот. В общем, взяла вот такое. Смотрите. Может быть, вы видели. Мне, во-первых, понравилась коробочка. Коробочка, кстати, тоже очень много делает. Может, десерт будет вкусный. Но пока ты его не попробовал или кто-то тебе не сказал, ты его не возьмешь. Потому что как-то неприглядно выглядит. Клюква и яблоко. Посмотрите, какой красивый рисунок. И кажется, что там, да, внутри вообще такая вкуснятина. Но я вчера не удержалась, если честно. И я попробовала. Выглядят они внутри вот так. Вот. Завернутая каждая в одну. Я вам сейчас покажу. Она реально очень вкусная. И меня, честно говоря, закинула куда-то в прошлое. Какой-то привкус из каких-то прошлых сладюшек. Выглядит вот так. Выглядит вот так. Внутри там... Сейчас я откушу. Внутри там клюква еще красненькая. Но откусила. Понятно вам что-нибудь? Не знаю, что придает этот вкус. Я его, честно говоря, даже не могу описать. Но этот вкус из прошлого. Конкретно у меня вот так, знаете как? Мне понравилось. И идет сладюшка, нежность. И вот эта клюквенная кислинка. Очень вкусный десертик. Вот это вот прям можно, знаете, и на подарок куда-то. Я думаю, очень понравится. Дальше хотела показать милку. Это то, что я очень сильно люблю. Особенно такие штуки я люблю с молоком. Вот налил стакан молока. Взял такую одну штуку. Она очень такая сладкая, приторная. И плюс еще такая бисквитик. И там внутри шоколад. И ты это ешь, и так тебе хочется пить. И ты прям вот этим таким молоком запиваешь. Но я очень люблю холодное молоко. Ну, осторожно. То есть с молоком все хорошо. Только если его холодным не пить на ночь. Вот если на ночь его пить, то... Ну, не кайф. Можно заболеть. Короче, кто не пробовал вот такую милку, обязательно попробуйте. Это number one вообще. Кайф. Вкусно. Еще я для себя нашла офигенные-офигенные вкусняшки. Это киткат белый. Вообще я киткат люблю. Причем не в такой упаковке, если классический брать. А в такой более широкой. Опять же, да? Кажется, маленькие какие-то вещи, они более вкуснее, как маленькие сникерсы и марсы, да? Не знаю, что ли это эстетически чисто есть как-то, да? По-другому. Хрен его знает, но оно как-то влияет. И вот такие большие киткаты я, в принципе, не любила. Но увидела белый, думаю, дай возьму. Девчонки такой, он вкусный. Где-то во влоге я его приносила девчонкам, которые меня там укладывали, красили. В общем-то, и первый раз я тогда попробовала и просто офигела. Нет, не первый раз. А, да, первый раз я тогда попробовала и просто офигела, какие они вкусные. По-моему, это был первый раз. Короче, кто не пробовал белый киткат, обязательно попробуйте. Дальше я взяла вот такое вот любятого. Это печенье. И оно очень странное тем, что оно вкусно лимон и мята. Честно говоря, для печенья этот вкус я не представляю. Поэтому вместе с вами хотела попробовать. Че вечно летают какие-то вертолеты, самолеты. Второе видео уже снимаю, а там монтировала. И летела еще там. Выглядят они вот так. Сразу аромат лимончика. Песочное рассыпчатое печенье. Ну, я поняла, в принципе, да, что это за вкус. Мяту особо не чувствую. Лимон. Лимон и в основном запах лимона. Ну, такой десерт, если честно, я не очень люблю. Не люблю именно такие печеньки. А так, в принципе, вкус нормальный. Ну, в гости кто-нибудь придет, будет есть. Дальше взяла вот такие вот, смотрите, евро вафель. Так, я скоро еду в Европу. Конечно же, меня привлекли вот эти евро вафель. И самое интересное, здесь еще написано Свишла. Производитель это Босния и Герцеговина. Представляете? Ага, какой-то адрес Москва. Вот, что-то по-русски и нашла. Я-то думала, здесь ничего по-русски не будет. Короче, эти вафли хочу попробовать. Они, мне кажется, может быть, необычные какие-то. Реально вкусные вафли, вкусные, нежные, классные. Еще раз покажу. Евро вафель, попробуйте. Если что-то невкусное и мне не нравится, я вам говорю, например, печеньки. А если что-то вкусное нравится, я говорю, берите и попробуйте. Еще я взяла две вот такие вафли. Две вот такие шоколадки, необычные. Здесь мне понравился дизайн. Да, верх ногами держу. И кажется, что там воздушная кукуруза, и карамель, и шоколад, печенье какие-то, да? А здесь у нас что? А здесь кокос и вафля тоже необычные. Вообще, слушайте, оно у меня не подтаяло. Не подтаяло, надо в холодильник. Давайте первым делом кокос попробую. Вообще, когда подходишь к шоколадкам, очень много всяких шоколадок, и опять же, не все привлекает мой взгляд. Если я однажды что-то попробовала, то это да, круто. А так я не беру все подряд. Так, как выглядит эта шоколадка с кокосом? Она с одной стороны такая, с другой стороны вот такая. Сейчас мы попробуем. Пахнет кокосиком. Она подтаяла, я храню шоколад в холодильнике. Внутри там еще что-то беленькое. Что-то похрустывает на зубах. Лапелька, наверное. Но очень-очень для меня это сладко. Я люблю шоколад, но белый шоколад, он особенно сладкий, более чем другие. И давайте попробуем золотая марка. Теперь вот такой шоколад-карамель. То есть вот ту я брать второй раз не буду шоколадку. Ой, это смотрите, она реально так и выглядит внутри. Как большое печенье какое-то. А здесь вот так. Необычненько. Пахнет непонятно. Как будто вареная сгущенка мне сначала. Не. Не мой вкус. Во-первых, какой-то привкус присутствует. Хотя все ингредиенты, которые я люблю, это воздушная кукуруза, карамель. Тут еще розовая есть даже. Но розовая я не нашла, я бы розовую взяла. Какой-то привкус. Не тот, который я люблю. Все, мои хорошие, вот такие были сладюшки. И знаете, что сейчас вот из всего, что я вам показала, уже чай себе сделаю. Вот он уже все подготовлено. И знаете, какой десерт я сейчас выберу? Та-да-да-дам! Бингу, кто угадал. Да, вот эти мне очень понравились. Они нежные, хрустящие, непритерные. Ну, на мой вкус. И с кислиночкой, и прям вот хочется их похрукать за чаем. Все, мои хорошие. Надеюсь, мое видео было вам полезным. И что-то интересное и прикольное вы для себя увидели. Ссылки, которые есть, я оставлю под видео. Остальное идите в пятерочку, смотрите, пробуйте. Я надеюсь, что что-то вам понравится. И вы тоже будете это есть, пить чай и вспоминать меня. А я вас люблю, целую, желаю всем приятного аппетита. И прощаюсь до следующего видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok